Продолжение следует... 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 И оба соперника прекрасно знают друг друга, уже неоднократно встречались между собой, в том числе и в финальном матче летнего Кубка Харькова. И тогда успех сопутствовал Фениксу, державшему победу в финальном поединке с отсчетом 6-2. Как будет сегодня, посмотрим. Видим, что Фениксу в позицию голкипера с первых минут занял Эгдар Брачук. Ну а голкипера команды Дишволна я уже представил, Талек Агафонов. И вот разгоняет атаку Константин Заика. Но неудачно была передача. Да, мяч выходит за боковую линию. Ну, и пока. Да, вот. Да, это важно. Ну а мы ждем первого забитого мяча в сегодняшнем матче. В полуфинальном матче у Феникс, пропустив первым, так и не сумел настичь соперника в итоге. Вступил со счетом 3-7. Ну, очень важен этот первый гол в психологическом плане для команды и в целом в игровом. На скамейке запасных у Дишволны всего два игрока. Нужно не числом, а умением, правильно, в первую очередь, достигать успеха. Ну, это естественный процесс. Составы меняются. Тактика соперника Феникса как в полуфинальном матче, так и в игре за третье место не меняется. Играют они вторым номером, отдавая инициативу Фениксу и рассчитывая на контратаки. Теперь угловой удар. И удар Демида Евсакова выше ворот. Прессинг со стороны Феникса, который пытался сейчас индивидуально прорваться. Роман Господенко. И снова он теперь уже убивает мяч от своих ворот. Видим, что с первых минут инициативы завладевают игроки Феникса. Снова в центральной зоне в роли разыграющего выступает сейчас Данил Дудин. Разобрали игроков соперники. Тяжело пробить свой удальний удар, который наносит Данил Дудин. Олег Агафонов на чеку. Может, возможность после перехвата. Первые минуты проходят в такой неспешном темпе. И мы слышим теперь звуковую поддержку Феникса. Это как призыв более активным действиям и забитому мячу. Сейчас угловой удар. Судья указал на то, что от своих ворот ввел мяч. Вели мяч игроки дешеволны. Дешеволны. И вот передача. И точный удар наносит игрок под третьим номером. Это новичок команды Дешеволна. Андрей Сидоренко. Счет становится 1-0. Еще выходит на ударную позицию. Сейчас Даниил Болдежил. Посмотрим за розыгрышем стандартного положения. Сейчас неудачно. Да. Дар отворот. Сейчас снова видим тактику, которую избирает команда Дешеволна. Они на своей половиной площадке встречают соперника. Не дошла передача сейчас до Вани Конькова. Дальний, но не точный удар наносит Максим Долгуля. Еще одна позиционная атака. Которая вот Максим Долгуля на ударной позиции оказался, но он не смог. Не ожидал такого. А сколько мяча Максим Долгуля дал? Стоит. 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 И вот теперь сейчас вот такую короткую сенечку разыграли. И вырывается Роман Господенко на ударные позиции. Ильдар Брачук сейчас сумел отразить этот непростой удар. Видим, что сюжет первой половины первого тайма чем-то напоминает полуфинальный матч Феникса, когда они контролировали мяч, но пропустили гол после контратаки. Пока счет 1-0 в пользу Дешеволны. Ну вот сейчас был один на фланге. Никита Боднер ждал передачу. К сожалению, партнеры по команде его не увидели. И вот здорово сейчас играл в отборе Данил Дудин и отдает передачу на фланг. Не успел Александр Безрук догнать мяч. Теперь уже ответ. Ильдар Брачук вводит мяч в игру. Но опять опускаются на свою половину площадки игроки Дешеволны. Прорывается по флангу Артем Шевченко. Потерял сейчас мяч Артем Шевченко здорово нас играл Константин Заика в борьбе на мяч. Какой сдвоенный центр сейчас у Феникса. Но сейчас бурется за мяч. Тоже выйдет на ударную позицию. Хорошая передача. И пробивает не точно сейчас Артем Шевченко. Статистика ударов. Пока что по ударам в створ ничейный. Результат 2-2. Ну а текущий счет 1-0 в пользу команды Дешеволны. Никак не удается открыть счет с забитым мячом игрокам Феникса. Так же было и в полуфинальном матче. Который первый тайм завершил за счетом тогда 3-0 в пользу мастера мяча 1. Феникс так и не сумел ни одного угола забить в первом тайме. Ну и сейчас повторяется эта же картина. Может в этой атаке все-таки удастся. Ох, хорошо сейчас. На перехвате играет. Дважды здорово. Даниил Дудин прорывается к воротам. И... Да, это уже фактически был голевой момент. Такой краткий комментарий событий первого тайма. Феникс больше владеет мячом, атакует. Пока уступает в счете со счетом 0-1. Еще есть время до окончания первого тайма. И весь второй тайм. Чтобы изменить эту ситуацию на площадке в свою пользу. Подожди, 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 вратарь. Вот перехват мяча. И... Теперь уже... Да... Александр Безрук упустил шанс сравнять счет. Две хороших атаки провел Феникс. Но пока что не удается Фениксу забить гол. Но перекрывает зоны игроки соперника. Но этот удар не опасен для Олега Агафонова. А вот голкипер закидывает. Все-таки на фоне усталости после полуфинальных матчей находятся оба соперника. Не привыкли играть в таком ритме. Когда один матч проводят в течение игрового дня. Как было в групповом этапе. Но сегодня две игры с небольшим перерывом. И вот на ударной позиции был сейчас Артем Шевченко. Да, не пробить пока Олега Агафонова. И вот рикошет сейчас едва. Но сейчас здорово разыгрывают мяч. Кого же выйдут на ударную позицию сейчас игроки Феникса? Второй раз ошибается Феникс при вводе аута. Мяч переходит сейчас к сопернику. И Александр Войтов забрасывает мяч вперед. Нарушение правил. Сейчас мячем Артем Шевченко. Пас и бас. Был сейчас отличный шанс у Саши Безрука, чтобы сравнять счет. Он им не воспользовался. Вот очень много работы у голкипера Олега Агафонова. Его из-за Вильдайбрачук практически не вступает. В игру в первом тайме редко очень увидим. Но сейчас уже возможность контратаковать. Снова Олег Агафонов играет здорово. И удар. Никак мяч все-таки не может лететь в ворота соперника. А это не точный пас. Ну а теперь уже первый тайм на этом завершен. Чуть 1-0. Теперь идешь волна. А мы с вами встретимся уже во втором тайме. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры. Добавил субтитры. Добавил субтитры. Добавил субтитры. и контратака я думаю что нужно в этой ситуации когда феникс не использует моменты но все-таки стараются игроки наверное спортивную злость проявить и и наконец-то точно удар наносит даниил бог должен все становится равным 1-1 да да ничейный счет но я напомню о том что в случае ничейного результата победитель этого матча придется в серии после матчевых 6-метровых ударов то есть в любом случае победителя этой игры мы узнаем сегодня команда которая займет третье итоговое место если сравнивать с предыдущим турниром безусловно для феникса это шаг назад но все-таки не будем строго судить ребята стараются ну вот слышим поддержку да хорошая передача не сумел сейчас близкого расстояния данил ходацкий замыкал прострел но я хочу сказать что как-то когда только началась игра болельщики феникса так разрозненно находились а сейчас они вместе собрались и а такую очень мощную поддержку оказывают и еще один шанс до желтая карточка желтая карточка еще дальний удар да да и теперь еще позиционную атаку проводят еще одну провод феникс а больше движения конечно не хватает движения феникса но сейчас поспешил немножко ну и близкого расстояния сумел сейчас забить никита боднер и снова и сегодня уже неоднократно для кагофона выручал свою команду я думаю что одна из самых ярких фигур сегодняшней игре играет в 2 3 3 3 Субтитры делал DimaTorzok Да, на поле у нас продолжается игра и вот отскакивает сейчас и пробивает и еще. Снова больше атакует Феникс, снова счет на данный момент равный 1-1. Да, да, это тоже правильно. Ну и не забываем о том, что в любой момент и Роман Господенко и Константин Звейко могут убежать в отрыв. Да, мы видим, что в целом как на подбор состав игроков по росту, я имею в виду Удюш Волны. Самый высокий голкипер, но я думаю, что ему и положено это, потому что он борется за верховые мячи. И сейчас здорово сыграл Ваня Коньков. И выход 2-1. Да, Максим Долгуля забивает этот гол. Ну а голевую передачу отдал Миша Солдатенко. Но до этого здорово поборолся за мяч Ваня Коньков. В общем, всех назвали участников этой комбинации. Сейчас минутный перерыв в зале тренера Дюш Волны. Я думаю, что теперь уже пятым первым игроком будет выступать команда Дюш Волна. Одевает манишку Александр Войтов. Команде нужно отыгрываться. В полуфинальном матче Фениксу довелось, уступая с радицей в пять мячей, идти в пятером. Ну, правильно сказать, что с радицей в три мяча, потому что сначала второго тайма. Ну а теперь уже их соперники играют с пустыми воротами. И это уже возможность для Феникса поразить пустую рамку ворот. И очередной попыткой пытаются воспользоваться команда Дюш Волна. Вовремя среагировал. Сейчас Ульдар Брайчук. Еще становится равным. Это Ваня Коньков поставил ногу и от его ноги мяч залетел. Ворота. 2-2. Да, недолго вел в счете Феникс. Снова вернулся в рамку ворот Олег Агафонов. И я здорово сыграл. На встречных курсах пошла игра. Интересно. Я так-то больше закрыто играли. Сейчас не получился удар у Вани Конькова. И продолжает играть пятым полевым игроком Дюш Волна. Ну, сейчас уже нужно включаться игрокам Феникса. Потеряли мячик соперники. И продолжает играть пятым полевым игроком Дюш Волна. И нужно пробивать. Ну, да. Продолжает разыгрывать пятого полевого игрока. Да, ну, первым оказался на... Теперь уже на подборе мяча Роман Господенко. Да, но не прошла передача. Да, накаляются страсти в сегодняшней игре. Никто не хочет уступать. Видим ли мы прессинг со стороны игроков Феникса? Да нет, они отходят на свою половину площадки. Да, ну, это передачу уже прочитал игрок под третьим номером. Вновь вернулся в рамку ворот Олег Агафонов. Дальний удар, но не успел сейчас Никита Боднарь замкнуть этот прострел. Ну, там уже все перекрыли. Да, не удается сейчас Фениксу пробиться к воротам соперника. Никита Боднарь. Да, мы видим, что сейчас завелись в хорошем смысле этого слова оба соперника. Я думаю, чем ближе будет к концу основного времени матча, тем еще будет интереснее борьба. Да, и мяч летел в пустые ворота. И вот так вот после удара Глеба Иванюженко счет мог стать 3-2, но пока остается неизменным. По два мяча забили. Била каждая из команд. Теперь уже... Да, сейчас вот такой... Пытался скрытый пас отдать. Ну, уже произошла смена четверки у Феникса. И сейчас уже... Да, и тут уже все ближе. Сейчас, думаю, любой точный удар может стать победным в концовке этой игры. Я думаю, что ни одна из команд не хочет доводить дело до серии 6-метровых ударов. Там уже... В основное время решить исход борьбы, но не точно сейчас пробивает Максим Долгуля. Иваня! 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 Да, вот стенку сейчас сыграли игроки Феникса. Ну, мяч вышел все-таки за лицевую линию. Ну, что-то не удается завершающей стадии атак. Сейчас вот перепасовка Нанила Булужева, Ваня Конькова. Теперь уже пятым полем игроком выходит Дишволна. Да. Его дальний удар наносит сейчас Иван Коньков. Да. Теперь уже подчищает Огрехи. Эльдар Брайчук. Да. Видим, что сейчас... И не использовал сейчас Александр Вуйтов шанс забить третий гол. Хорошо разыграли. Ну что, я думаю, что одна из последних атак, которую пытался провести Феникс до окончания основного времени. Ну что, снова пятый полевой игрок. Да, это, конечно... Так. Сейчас... Ах, ошибается Никита Боднар сейчас. Да. Последняя атака, наверное, уже в основное время. Да. 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 И... Основное время за счетом 2-2. Сокол и мастер-меча Один тоже наблюдают Сейчас за серией После матча в пенальти Да, первый Дюш Волна и Роман Господенко Ну что, первый удар Здорово сыграл сейчас Голкипер Феникса Отбил мяч И Данил Хадальский Добивает гол 1-0 Второй удар И видим, что Эльдар Брэчук Уже становится в рамку ворот Феникса Удар Еще становится 1-1 Александр Войтов Второй удар Феникса Но Ребята, ребята, волна Сюда, сюда На бровку встань Удары Сейчас становится 2-1 И Третий удар У Феникса Пробивает Миша Солдатенко Удар Гол 2-2 А дальше Уже до первого Промаха Тоже четвертый по счету Удар Но Отбивает Отбивает в сетку Эльдар Брэчук 3-2 В пользу Дюш волны А теперь Артем Шевченко Подходит К мячу Следующим Удар Да Гол 3-3 Серия пенальти Продолжается Ну вот Дуэль И Отбивает Мяч Голкипер Феникса Да Демид Евсяков У мяча Ну отбивает мяч Голкипер И серия продолжается 3-3 3-3 И Удар Мимо И теперь Должен свою же ошибку Исправлять Олег Агафонов Ну что Данил Болдежев Против Олега Агафонова Удар Да И побеждает Феникс 4-3 Серии После матча В пенальти Третье место Завоевывает Команда Да 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 И благодарят Болельщиков Игроки Феникса Выстраданная Победа Нам на этом Завершаем Наш репортаж Всем желаем Хорошего настроения И до новых встреч В эфире Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!